Однако здравствуйте! Россия для Германии больше не партнер, а соперник и угроза. Или все-таки не угроза? Очень десяти главных угроз. Наряду с заразами, мигрантами, террористами, хакерами и парниковым эффектом. В ответ на бурную реакцию в России последовали сбивчивые дипломатические опровержения, а посол Германии предложил не обращать внимания на пропаганду. Заметим, что пропаганда в данном случае исходила от влиятельнейшей девельт. А нынешние немецкие генералы – самая политически несамостоятельная категория трудящихся в мире. И уж точно не сами это придумали. И никакой дипломатии не скроешь, что наши отношения с Германией за 10 лет канцлерства фрау Меркель развернулись практически на 180 градусов. Никогда еще в истории отношения между Германией и Россией не были столь тесными и развитыми, как сейчас. Германия последовательно выступает за формирование всеобъемлющего партнерства. На пути к достижению этой цели мы сделали существенные шаги вперед. При этом впечатляет, насколько совпадают наши интересы во многих областях. Канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Сентябрь 2004 года. Напомним, это то время, когда Россия предложила Германии и вместе с ней всей Европе не просто партнерство, а глобальную экономическую и технологическую конвергенцию. Начиная от энергетики, Россия была готова превратить наш Газпром в паневропейскую компанию, обеспечив таким образом Европе абсолютную энергетическую безопасность и безусловное конкурентное преимущество. На базе единой энергетики предполагалась технологическая кооперация. Например, Россия предложила войти в европейский авиакосмический концерн ЕАДЭС равным партнером, наряду с Германией и Францией. И, кстати, получила на это согласие тогдашнего канцлера Шрёдера. Однако, далее последовали выборы, на которых, кстати, внешнеполитическая тематика вообще не обсуждалась, а канцером стала Ангела Меркель, перманентно искупающая перед американским партнером свой первородный грех – победу на школьной олимпиаде по русскому языку. По сути, в ответ на предложение руки и сердца мы увидели брезгливую гримаску и третий энергопакет. В США включились в Первую мировую войну прежде всего из-за событий в России, из-за опасений относительно перспектив возникновения единого гегемона Европы. Мы приняли участие во Второй мировой войне по тому же вопросу – Германии, Германии и России. Мы сражались в холодной войне на самом деле насчёт Германии и того, какова она будет. Для США было всегда исконным, главным страхом, что немецкий капитал и немецкие технологии соединятся с российскими природными ресурсами и рабочей силой в единую комбинацию, которая пугает США на протяжении столетия. Что из этого выйдет? США уже выложили карты на стол. Разница только в том, что сегодня немцы играют чужими картами. Не для того Соединённые Штаты 70 лет оккупируют Германию, выращивают и дрессируют её политическую и медийную элиту, чтобы на их глазах осуществился вековой геополитический кошмар англосаксов – российско-германский альянс. Немецкая элита дважды совершала историческую ошибку, ту, которая хуже преступления – конфликт с Россией в интересах своих геополитических соперников. В третий раз она делает это вяло и из-под палки и очень хочет соскочить. И это ей зачтётся на суде истории. Однако, до свидания.